Здравствуйте! Это очередной эпизод Сириус М2, Элвис Лэнд. И он начинается с изображения гентавра, которого кто-то щупал за задницу крашенными руками. Ну, да ладно, бывает. Тем не менее, мы появляемся на вершине вот этого строения. Не могу не оценить этот прекрасный вид. Правда многообещающе. И мы хотим уйти отсюда. Но дверь закрыта. И мы также слушаем лопасти вертолетов. А значит, прыгаем за пушки. Буквально и... Взбиваем их. Так, ну окей, это должно было быть попадание. Ладно, пойдет. Еще с этой стороны так же. Как же я отвратительно стреляю сегодня. Ну ничего. Был последний вертолет. Прежде чем мы пойдем, мы достанем из этих ящиков разные вкусности. В том числе и дробовик. Он не секретный. Вот здесь буквально в этой комнате есть еще один. Но я предпочитаю заходить в эту комнату уже с дробовиком, потому что весь вот этот вот нонсенс здесь происходит. Не так здесь нам выдают еще одно оружие. Точнее, два в одном. И пока мы едем на этом лифте, внизу мы можем видеть кентавров. Которых мы бесславно расстреляем сверху пока что. Ты должен был умереть, кстати. Блин, я буду ждать вот здесь. Я профессионально поймал стрелу. Как я это обычно делаю. Но ничего страшного. Здесь наверху можно добыть броню. Если она нужна. Я ее возьму просто потому что, разумеется. Далее нужно пройти туда и через мост. Но дверь закрыта. Поэтому давайте мы скатаемся вот на этом ховере. Хранитель включает. И хранителя ключа охраняют. Хранитель кофе. Так, так мы так. Не смейся. Ну, а не выhiudяй. Ну, кто-то все. Не смейся. Ну, кто-то. Ну, кто-то. Меня не смейся. Этот не заставит. Ну, ты. Это все, китая. Очень просто. Не смейся. Знаешь, нет. Сmelа. но на ховере нам мало что страшно тем не менее все нужно двигаться иначе долго не протянет отлично вот собственно и сам хранитель помимо ключа у него есть запас гранат и новый сияющий ховер на случай если вы поцарапали старый уйти нам также не дадут спокойно в том числе и биомехи уже приходят это значит все серьезно я заметил кстати вот если вот так вот двигаться под углом иногда снаряды в землю упираются то есть игра слишком буквально воспринимает законы физики и конечно могу понять но ну да это немножко расстраивает в определенных моментах но не критично не говоря детализации мира видите вон те летающие острова на скайбоксе они ведь будут иметь смысл потом увидите на следующих уровнях да умри ты уже отлично так как у нас ключ мы теперь можем открыть эту дверь и двинуться дальше но мы исследуем пожалуй вот эту вот зону которые внезапно появляются три пушки и миллиард носорогов это просто опциональная зона опциональный бой для тех кто знаете любит транспорт в играх и почему бы не покататься потому что возможно возможно это последний раз на этом уровне когда можно будет покататься на ховере или нет но зато здесь можно например повеселиться с местной транспорт физикой транспорта вот таким образом забавная маленькая деталь а также есть смысл сюда ехать если вы охотитесь за секретами здесь секретный сундук который считается секретом и разумеется просто кому идти не дадут потому что все таки сериус м но нам ничего не страшно наконец-то вам дают ракетницу и нам нужно опустить этот мост но здесь произошел несчастный случай на производстве тут погиб гнар поэтому давайте мир его бренному телу и посмотрим что с ним случилось у него застряла рука в механизме каким-то образом и эта рука мешает механизму нормальной функционировать ну давайте вернем руку в направлении тела и таки опустим мост здесь будет тоже небольшая битва я надеюсь вы все успели соскучиться по регбистам потому что они вернулись ну и шеблер конечно же куда же без него я знаю что это альбинос но это шеблер есть на модели снайперскую винтовку и мы выходим на большую открытую местность где будет несколько больших боев для начала мы немножко подраним вот этих вот рэкбистов если бы я конечно попадал лучше по ним отлично я думаю хвост биомехи нас по моему еще не заприметили хорошо упс я не понял от чего он погиб ну да ладно так мехи нас еще не заметили нам нужны ракеты их мы можем найти вот в этом секретном рюкзаке 10 штук как раз хватит чтобы с ними расправиться отлично и нам предлагают двигаться дальше по маршруту но мы исследуем вот эту сторону побережье потому что во первых это красиво во вторых здесь опциональные бои которые мы все так любим по крайней мере я но не это главное самое главное это секрет который расположен вон там ближе вот этому дому очень интересно как он сделан не показывается что там есть какие-то предметы до того как мы подойдем конкретного суда то есть нельзя это увидеть издали то есть нужно самому сюда решить ножками дотопать чтобы появились эти вот вещи дук и ховер да и ховер здесь прекрасен по нескольким причинам во первых это ховер во вторых мы очень долго шли до этого секрета и теперь мы можем очень быстро вернуться назад значит это это хорошая идея и в третьих он конечно же он охраняется тремя биомехами но тем не менее это не беда самое главное что он делает дальнейшие бои гораздо проще потому что тот бой который будет следующий и тот который будет после него не то что они сложные но они могут пойти не так очень быстро и ховер в этом случае помогает опять же это не полноце полную то есть все равно нужно двигаться выставлять приоритеты в целях и так далее но тем гораздо проще здесь будет несколько волн врагов и честно если желаете такой настоящий олдскульный серьезным экспириенсами на опыт то рекомендую попробовать этот бой без ховера он действительно полностью как в классических серьез сам ощущается но я не буду отказываться от преимущества потому что я простой казал здесь особо нечего комментировать кроме наверное вот вот этой вот девчушки которыми всегда забавит несмотря ни на что несет аптечку бежит прям старается а потом текает окружу себя торт монстров вот забавно но это гораздо креативнее чем просто из ниоткуда телепортировать аптечку на поле боя например как она улетает всегда это веселила а тогда особо здесь комментировать то и нечего предлагаю просто наслаждаться фейерверком то упс кажется я переоценил скорость убийства но если вы хотите что-то нечего а а а и а и 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 Серьезно, это прям отличный бой с разными комбинациями противников с волнами, то есть как ранее там начиналось сначала с камикадзе, потом другие враги и так далее. Действительно хороший бой. Но мы его сделаем гораздо проще, потому что, разумеется, и пока никого нет, заберем последний секрет. Последний же? Да, последний, отлично. Все на месте. И продолжим наш путь. Продолжение следует... Кентаврам все-таки на этом уровне никакого шанса не остается. То мы их с лифта расстреливаем, то с ховера. Бедолаги. И вот мы добрались до деревушки. Здесь там нужно некоторую оборонительную кампанию провести. Знаете что, наверное, я все равно в него залезу. Почему бы и нет. То есть с двух сторон на нас будут валить различные монстры. Ну, наша задача просто продержаться, пока они не кончатся. В принципе, бои в деревушке несложные. Единственное, что вот эти вот вертолеты раздражающие, это одна из причин, по которой я здесь тоже буду использовать ховер, потому что они действительно раздражают. С этой стороны в основном идут паучки. Как же тебе солнце-то помогает, а? Он понимает прям свое преимущество. Достал. Проще так, действительно. Че там делаешь? Ой. Так, вот и мамочка пришла. Так. Это должен быть последний, ребята. Так. Да, кажется, это все. Все рады, все счастливы. Особенно я. Я не знаю, мне безумно нравится этот эпизод. Он действительно, в нем очень веселые бои, очень интересные моменты. Эстетика сама, визуальный ряд, все так красиво, ярко, как вот мне Сирио Сэм всегда и представляется, когда я его думал. Открытое пространство в перемешку с какими-то закрытыми. Масштабные бои, веселуха, взрывы, вот здесь все есть. Да, конечно, один из самых лучших боев в игре упростил очень сильно с помощью ховера, но, тем не менее, почему бы не воспользоваться преимуществом, тем более заслуженным. Я же нашел секрет все-таки. Ну да, я правда рекомендую попробовать его без ховера, потому что он того стоит. Это очень хороший бой. Ну, опять же, ховер это секретный, он абсолютно опциональный, после того, как мы мост пересекли. И это все вполне, скажем так, решабельно. Следующий же уровень, тем не менее, будет содержать такие моменты, где это совсем даже не опция, а необходимость, потому что без него будет достаточно сложно. По крайней мере, с геймпадом. О, так что посмотрим, что будет в следующий раз. Ну, а вам спасибо за просмотр и всего доброго.